Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Смотрите, сегодня я вам буду рассказывать о том, как запросить возврат средств. Те видео, которые, возможно, вы у меня нашли или найдете на канале, они касались за общий срок, это может быть и за 540 дней. Но сейчас, с 2022 года вступили новые изменения, вы можете только запросить возврат средств за 60 дней, то есть за этот период. В данном видеоролике я вам это все продемонстрирую. Друзья, единственное, что вам нужно сделать, это скачать вот это вот приложение «Поддержка». Переходите просто в App Store, пишите «Поддержка», ищите данное приложение, скачиваете. Скачали, открываем. Если вы сделали какой-то возврат подписки, вот вам покупки приложений, там, донат, либо подписки и так далее, это не важно. Вот, подписки и покупки переходите, сайт, уже сразу определенные какие-то причины, запрос на возмещение средств, вот этот пункт. Здесь вы выбираете то, что вам нужно, вы здесь можете там ознакомиться с информацией, но нам это не нужно, нам нужен подпункт «Начать». Вот, сейчас нас перебрасывает на сайт Apple по возвратам, извините, сейчас произошла ошибка, это у нас перезагружается. Вот, мы переходим по вашей учетной записи, в этом по Touch ID, по Face ID, зависимости от вашего телефона. Подтверждаете ваш электронный адрес, идет синхронизация. Первый пункт, что вам нужно выбрать, это «Мне нужно запресить возврат средств». Причина это, смотрите, покупка была сделана случайно, возможен вариант такой, но самый действенный, купленный продукт работает не так, как ожидалось. Вот этот вот подпункт выбираем, все, выбираете здесь действующее приложение, которое вам необходимо, вы нажимаете «Далее», все, запрос на возврат средств, купленный продукт работает не так, как ожидалось. Все, теперь осталось выбрать только тот подпункт и нажать «Отправить». У вас здесь появится окошечко с тем, что вам ответят в течение 48 часов, вам ответят намного быстрее, в течение дня, либо на следующий день, все. После того, как вам одобрят, вы можете перейти в App Store и посмотреть, статус ли был одобрен, то у вас появится подпункт красным. Нажимаете на учетную запись, вам нужно будет подтвердить, да, учетную запись, вот, такое тоже бывает, но не обязательно. Опускаетесь в раздел «История покупок», вот, и вот я вам сейчас покажу наглядный пример, то, что я запросил возврат, вот, буквально недавно, вот, за вот это вот приложение. У вас будет светиться красным «Возврат». Все, после этого, как вам одобрили, в течение 3-5 дней, максимальный срок 30 дней, вам поступят средства обратно на счет, с того счета, с которого были сняты средства, туда и деньги и пройдут. Как сами видели, друзья, все, в принципе, просто доступно. Если у вас не будет возможности сделать через приложение, как я вам показывал, всегда можно написать техподдержку или разработчику перейти в App Store данного этого приложения, которое вы хотите запросить вас от средств, там есть строка «Связаться с разработчиком». Сам разработчик, вы можете ему написать и запросить лично средства. Но первый способ это именно делать через Apple, это стандартно, понятно, доступно для всех. Напоминаю, что это действует только с работы от 99% случаев за период 60 дней. И не пытайтесь делать частые возвраты, потому что вы сможете испортить свою учетную запись такими действиями. Якобы там случайно запросили, потом еще раз вернули, еще, и вы просто попортите учетную запись, заблокируют вас, вы ничего не сможете скачать, обновить или купить. Я вас предупредил. Вот, в принципе, и вся информация, которую вам нужно было дознать. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.